Здравствуйте! На Первом Городском начинается вечернее шоу Ветка Тудэй. В студии Александр Сорокин. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Ай-яй-яй от Кировчанки! Вестник радости нашего города. Рубрика «У нас на Вятке всё в порядке». Но китайцам до Кирова, как до Китая пешком из Кирова. Оксана Стяжкина меняет профессию и водит экскурсии по улицам города. Как вам вот тот завал, где можно снимать фильм ужасов? Тоже хорошо. А также сделаем доброе дело, поможем найти родственников. Медальон принадлежал бойцу 355-й стрелковой дивизии. Ненавязчивая реклама наш конёк. Вот мы прямо сейчас, в эту секунду, товар отрекламировали, а вы даже не заметили. Мастера. А ещё мы, мастера, показывать городские безобразия на весь город. Рубрика «Ай-яй-яй». Это видео прислала наша постоянная телезрительница Маргарита. Она каждый день проходит мимо дома номер 15 по улице Бородулина и наблюдает беспорядок, несмотря на то, что стоит мусорный контейнер. Помимо пакетов с мусором, сюда, похоже, кто-то регулярно выносит мебель из своей квартиры. Здесь и кресло, и дверь, и даже шкаф. И завершает картину беспорядка куча сухих веток. Женщина надеется, что после этого видео такую квартиру под открытым небом прикроет, ветки приберут, а мусор, наконец-таки, вывезут. И ей больше не придётся краснеть за беспорядок на улице Бородулина. Ну а пока она просит передать всем тем, кто причастен к этому безобразию... Хорошо у нас в городе. Тепло. И в принципе все плюсы. Но помимо этого есть ещё и новости, которые радуют сердце кировчан. Рубрика «У нас на вятке» всё в порядке. Сравниваем кировские новости с этими... Как его? Ну вот то, что за Кировом. Это же не так, как называется это. Несчастливые люди, кто живёт не в Кирове. Киров! Киров! Ещё пять раз скажу Киров, и мне дадут квартиру. Киров! У нас на вятке всё в порядке. Итак, в этой рубрике, основываясь на обычных новостях, мы вам докажем, что Киров — это лучший город. И что именно у нас всё в порядке. Итак, Киров — это город, который больше всех ценит русский язык. Именно у нас проходят постоянные лекции и уроки по русскому языку и литературе, открытые для всех желающих. И это даёт свои особенные результаты. Ведь у нас в городе на днях отменили концерт группы «Огонь». Ведь у нас на вятке всё в порядке. Следующий заголовок. В Китае научились делать бензин из воздуха. Но китайцам до Кирова, как до Китая пешком из Кирова. Ведь у нас уже не одно десятилетие из воздуха делают асфальт. Хайвей, конечно, у нас не очень, зато у нас на вятке всё в порядке. И ещё один заголовок. В Голландии создали первый в мире биоразлагаемый автомобиль. Ну а нам на вятке этого даже изобретать-то не нужно. Потому что у нас с успехом биоразлагают обычные автомобили. Ну, в общем, вы поняли. У нас на вятке всё в порядке. Прервёмся. Прямо сейчас реклама на Первом городском. Сразу после неё мы уже здесь, а вы уже там. Оксана Стяжкина меняет профессию и водит экскурсии по улицам города. Как вам вот тот завал, где можно снимать фильм ужасов? Тоже хорошо. А также сделаем доброе дело, поможем найти родственников. Медальон принадлежал бойцу 355-й стрелковой дивизии. Кировчанки спешите за модными покупками. В минувшие выходные состоялось долгожданное открытие первого магазина авторских платьев Ольги Гринюк в Кирове. Все пришедшие смогли познакомиться с брендом, сделать бесплатный макияж и продефилировать в новом наряде. Ольга Гринюк дизайнер и основатель собственного бренда авторских платьев. Особенность марки европейские ткани и фурнитура, яркие принты и женственные модели платьев. Созданные с учетом особенностей фигуры российских женщин, ежегодно выпускается 8 новых ярких коллекций, создается 700 моделей в год. На сегодняшний день открыто более 40 фирменных магазинов по всей России и Киров стал частью большой и модной семьи. Очень много моделей красивых, и платьишки, и блузки, много разных расцветок, думаю, каждый найдет свое платьишко. В этом платье прям почувствовалось тепло этой весны и очень хочу, чтобы женщины города Кирова выглядели стильно. Я надеюсь, этот магазин им поможет. Платье Ольги Гринюк многогранное. Они подходят как молодым девушкам, так и женщинам элегантного возраста. В коллекциях на первом месте всегда эстетика и чувство вкуса. Все модели создаются из натуральных тканей, которые выбирает лично глава компании во Франции и Италии. До 13 мая все покупательницы смогут приобрести платье по доступным ценам со скидкой в 20%. Ольга Гринюк. Платье для счастья. Спаская, 57. Мы продолжаем знакомить гостей города с кировскими достопримечательностями. Рубрика «Отважный гид» показывает вам, уважаемые гости города, интересные улочки, знаковые места. Оксана Стяжкина прямо сейчас откроет для вас еще одно яркенькое местечко в нашем городе. Пожалуйста, вот сюда. Дорогой наш телезритель, сегодня мы хотим пригласить тебя прогуляться по улице Ульяновской. От таблички «Шики» или «Шики» до улицы Щерса. Пойдемте. Как вам такие тротуары? Прекрасные? Хорошие. Нравятся? Очень. Только болотников нет. Если же вам не очень хочется мараться, то тут есть один выход. Встаете на деревянные настилы и вспоминаете игру классики. Ха-ха-ха. Не, сейчас бы прыгнуть. Ха-ха-ха. Ой, ой, ой. Победила. Но мне на самом деле это не нравится, так как это неудобно. Так как ты можешь в любой момент упасть, либо споткнуться. Если же вы решитесь пройти по другой стороне улицы, мало того, что вы замараетесь, так еще и упретесь. Ой. В какой-то бугор с деревьями. Бежим, 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 бежим. Все. Сегодня я везунчик. Я выжила. Как вам такие тротуары? Очень плохо. А теперь для тех, кто любит приключения. Придя сюда вечером, можно снимать фильм ужасов. Посмотрите, сколько разрухи. Как вам вот тот завал, где можно снимать фильм ужасов? Тоже хорошо. Как вам отсутствие тротуара на противоположной стороне? Тоже хорошо. Вы очень позитивно настроены? Да. И только одно здесь радует. Это... Мать-мачеха. Мать-мачеха. Если вам захотелось увидеть всю эту красоту своими глазами, приезжайте прогуляться по улице Ульяновской до улицы Щерца. Оксана Стяшкина. Специально для программы «Вятка Тудей». Кто это? Отважный гид. Кто-кто? Отважный гид. Да ладно, отважный гид. Ничего себе. Ну, в конце программы напомним, что совсем скоро самый великий праздник в нашей стране, да и во всем, наверное, мире. 9 мая, День Победы. Сегодня мы хотим вас познакомить с поисковой группой, которая недавно вернулась с раскопок, и в нашем городе ищет родственников солдат. Пожалуйста, смотрите внимательно. Если вы что-либо знаете, какие-то фамилии, возможно, имена, даты, сопоставьте, и мы поможем найти родственников. Это видео из Тверской области нам прислали ребята из поискового отряда «Подвиг». Прямо сейчас они продолжают искать погибших бойцов Красной армии около деревни Рябиниха, и место это выбрано не случайно. 26-27 декабря 1941 года Кировская стрелковая дивизия номер 355 ввела ожесточенные бои за освобождение указанной деревни. Именно здесь закрыл своим телом амбразуру герой Советского Союза Кировчанин Яков Подерин. Но если о его подвиге узнала вся страна, многие другие бойцы остались в прямом смысле безымянными. Их семьи не получили даже похоронки. А это значит, что они до сих пор числятся пропавшими без вести. Поэтому для поисковых отрядов найти солдата с уцелевшим медальоном – огромное счастье. Это значит, что кто-то из родных узнает, где погиб его дед или прадед, и солдат вновь обретет имя. Несколько дней назад такое чудо совершила Анастасия Калинина. Для меня поднятие медальона – это впервые, и первоначально я не поняла, что произошло. Медальон принадлежал бойцу 355-й стрелковой дивизии. Данные солдата Копысов Михаил Дмитриевич, 1901 года рождения, уроженец немского района, деревня Макарова. И сейчас осталось совсем немного найти родственников, возможно, дальних. Давайте попробуем сделать это вместе. Копысов Михаил Дмитриевич, 1901 года рождения, уроженец деревни Макарова, немского района, Кировской области. Если вы являетесь родственником, знаете кого-нибудь из родных, или обладаете какой-либо информацией об этом человеке, позвоните по номеру телефона 8 912 734 40 31. На сегодня это все. Если у вас есть интересная информация, присылайте ее на нашу почту вяткотодейсобакамил.ру. Звоните по телефону 54 17 19. Мы ждем звонков. Пока-пока. До завтра. Это был Вятка Тодей. В студии был Александр Сорокин.